Проблема – это очевидно. Сейчас идёт очень сильное разрушение самой идеи семьи и принципов её построения, целей её существования и, конечно, тех начал, на которых только она и может быть нормальной, здоровой и жизнеспособной. Эти тенденции, которые мы наблюдаем, пока ещё с особой силой звучат на Западе. И уже там мы видим утверждение о том, что мы должны отказаться от единой модели семьи и должны говорить о других вариантах. Одна из последних идей, которая прозвучала сейчас из уст достаточно высокопоставленной дамы в Германии. Идея эта заключается в том, что нужно подумать о том, чтобы заключать брак на какой-то срок. Зачем связывать себя на всю жизнь? Причём под браком, разумеется, в данном случае, как, кстати, уже на Западе это существует, это договор. Уже давно свели на рельсы договоры то, что всегда считалось чем-то священным в жизни самым торжественным, самым высоким, если хотите, самым святым в жизни человека. Свести к договору. Вы подумайте, до чего не свести жизнь человеческая. Я уже не говорю о других тенденциях. О тенденциях вообще, так сказать, жизни вне брака, безбрачной. Зачем связывать себя детьми, семейными обязательствами, теми, так сказать, проблемами, которые, естественно, возникают между людьми, между мужем и женой. И вот это, не говоря уже о самых ужасных, и пока ещё у нас в России можно говорить, пока ещё, но, надеюсь, что скоро так же будет нельзя говорить, о так называемых однополых даже браков. На Западе вы уже не посмеете там сказать, высказать какие-то критические замечания по поводу этого отвратительного, я другого слова не нахожу, явления, которое теперь не просто заявляется в качестве факта, на примере очень многих, но и последнее вот решение ПАСЭ, это парламентская ассамблея Совета Европы уже призывает, уже призывает страны, входящие в это европейское содружество, принять самые эффективные меры к тому, чтобы создать все необходимые условия и психологические, и создать нравственный климат, и медицинские условия для того, чтобы вести в школах соответствующие предметы, сексуальное воспитание, цель которого довольно откровенно просто заявлена, цель которого заключается в том, чтобы предупредить молодёжь, девочек, да, от возможной нежелательной беременности, о том, чтобы развить медицинскую соответствующую промышленность, чтобы они могли, так сказать, принимать соответствующие средства медицинские, а также внедрять, всячески пропагандировать идею, идею о, так называемых, гомосексуальных браках. В Европе, я вам говорю, уже во многих странах, не знаю, как распространяется это на всю Европу или нет, но, по крайней мере, уже на целый ряд стран, когда вы не посмеете что-нибудь отрицательное сказать об этих так называемых браках. Вы можете оказаться, ну, или получить штраф огромный, или даже на скамье подсудимых, или, если вы иностранец, вас просто вышлют из этой страны. Вот такова идёт ситуация. Вся суть в чём проблемы? А где критерии? Где нормы, по которым мы можем судить и оценивать эти негативные явления? Где они? Кем они установлены? И кто может говорить, что это именно нормы? Ведь не случайно мы всё время повторяем одну и ту же присказку. Кроха, сын, пришёл к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? Действительно, где критерий? Мы интуитивно чувствуем его. Многие сознательно понимают. На Западе, слышите, какая атмосфера? Потерян уже критерий. Нет его. Правда, где он потерян? Естественно, рыба с головы гниёт. Видимо, те, которые стоят в государственных управленческих аппаратах, видимо, там их заняли люди соответствующие идеологии. А может быть даже, например, по моему убеждению, да, это люди, которые явно принадлежат. Все или не все, но, по крайней мере, самые основные идеологи и те, которые именно утверждают идеологию, это люди, как мне кажется, придерживающие сатанинских убеждений. Именно сатанинских. Почему? По очень простой причине. Вы же видите, что идёт к нам в основных средствах массовой информации. Нам же пропагандируют ненравственность, некрасоту, непорядочность, невеликодушие. Правда же, даже хотите не любовь чистая и прекрасная. Прямо противоположные вещи. Жестокость, насилие, кровь, насмешка над человеком, измены, разврат. Дерево узнаётся по плодам. Не правда ли? Неужели много надо ума, чтобы понять, откуда же это? Разве они могут сделать противоположно? В их руках огромнейшие воспитательные средства. И вдруг все они брошены на что? На что? Два этапа. На что брошены? Первый этап. Сказать, вы слышите, кто вы? Двуногие скоты. Это первый этап. Ну, а кто окажется помудрее, того можно уже действительно сделать и дьяволом. Скажите, зачем это всё? Почему это пропагандируется? Кому это выгодно? Ещё раз, зачем? Вы знаете, любопытная вещь. Мы встретим сколько угодно критику, и между собой мы говорим, возмущаемся. Говорим, ах, наши советские мультики какие хорошие. Так, возмущаемся. Ну, что возмущаемся? А вопрос-то где? Вдруг, а вопроса нет. А почему это делается? Почему мы не говорим об этом? Почему мы не думаем об этом? Первый вопрос – почему? Второй, естественно. А кто же это делает? Что происходит в современном мире? Почему это происходит, как вы видите? Это происходит не в каких-то там неразвитых, слаборазвитых или развивающихся странах. Это происходит где? В мировой элите Европа-Америка? Или Америка-Европа? Вот где? Где самая основная мощь экономическая, мощь информационная, мощь военная. То есть там, где сосредоточена вся человеческая сила. Там, друг, это происходит. Ещё раз повторяю. Если мы не будем думать о том, что же происходит, почему происходит, и в конце концов, кто? Речь идет не о персоналиях даже. Сейчас это совершенно не важно. Не важно, Иван Петрович или Пётр Иванович. Это не важно, кто. Не в этом смысле персоналий, а речь идет о том, а кто, что это за идеологическая система, что это за центр идеологический, который занимается этим вещами. Вы знаете, самый страшный враг какой? Который невидим. И нечего, знаете, поддаваться таким вещам. Ах, мы ищем врагов! Найти на кого? Не надо искать. Когда меня обливают грязью, я невольно думаю задуматься, простите, зачем вы это делаете? И почему? Что обливают – факт. Что молодежь разлагают – факт. Неужели кто этого не видел? Где нормы? То явление, о котором сейчас я говорю, совершенно ясно показывает, каковы эти нормы. Каковы эти нормы? Полное стирание грани между добром и злом. И более того, как мы знаем, когда мы чистую воду соединяем с грязной водой, то что? Чистая больше воздействует на грязную. Грязная становится чище. По-моему, такого еще мы не слышали. Только соедините грязную с чистой. И, увы, и чистая становится грязью. Стирание добра со злом, стирание грани между добром и злом совсем не приведет добру, как говорят, пожалуйста, каждый человек, имей свое убеждение. Верно. И имей. Это личное дело каждого. Каждого. Свобода личности должна быть ограничена. Но когда эта вся мощь информационная, воспитательная, направлена на разложение человека и на разложение, в частности, семьи и брака, тогда мы должны понять, что же такое происходит. Итак, одна из этих норм, перед которой сейчас мы стоим воочию, не надо, ни ума, ни мысли, ничего не надо. Это что-то, это стирание всего между добром и злом. Уничтожение всяких границ. Кстати, вы знаете, в апостола Павла, кто читал Новый Завет, я думаю, что многие из вас ознакомились с этой древней книгой. Мы же читаем древнюю литературу, правда? Это же очень интересно древнюю литературу почитать, правда? Так? Так это тоже древняя литература. Это очень любопытно. Я говорю о Новом Завете. И там есть такая интересная фраза, что окончательная гибель человечества наступит когда? Мы указываем на многие там вещи. Сколько идет разговоров об Антихристе, о Шестерках, и Иненах, и не знаю только о чем. Там есть одно, на которое совершенно не обращают почти внимания. А оно является одним из самых сильных, сильных указателей, когда таинственные произнесены слова, когда отнимется удерживающий. Попробуйте снять плотину, которая удержит. Что будет с Голландией? Мы видим, что происходит, когда лавина исходит, разрушает эти дамы. Удерживающий. Вот я и говорю об этом средостении, которое стоит между добром и злом. Увы, ужас наступит для человечества, когда будет это удерживающее сметено, снято. Это сейчас происходит. Итак, один из принципов отношения сейчас к человеку, к человеческому достоинству, если хотите, к пониманию его. Я не говорю православном понимании, как образа самого Бога. Что вы над этим смеются? Мы предпочитаем быть образом обезьяны. Ах, вам не нравится, что от обезьяны произошло? Утешим. Знаете, чем утешим? Нет, мы произошли от всего революции как? Развития. Это обезьяна. Ах, вам не нравится, грубо. Хорошо. Мы произошли от предыдущей ступени, от общего предка, ещё ниже обезьяна. Ну, бра, красота. Теперь знаем, кто мы? Внушаются, какие идеи. А если это так, тогда всё позволено. что позволено самоубийство? Итак, один из принципов, вот один из принципов взгляда на семью, на брак, на воспитание молодёжи. Поэтому перед лицом вот этого, что мы видим, перед лицом этого, я бы сказал, ужасного факта, свидетелями которого, если хотите, в атмосфере которого мы все живём, приобретает особенно большую значимость знакомства с другим принципом, тот, тем, который так усиленно разрушается. Почему сейчас заговорили о православии? Исторожно, не пора ли нам посмотреть? Всё-таки, неужели тысячу лет Россия сходила с ума? Все русские были сумасшедшими, что жили это. Ну, ладно, допустим, это мало ли что, где какая традиция? Мы должны посмотреть на то, что такое православие, что оно даёт человеку, какие принципы жизни оно утверждает. Принципы жизни. Православие совершенно ясно говорит, что такое хорошо и что такое плохо. Если западная модель о хорошем, что такое хорошо? Всё, что мне, даже не знаю, что сказать. Ну, что выгодно, что такое выгодно? Я даже не знаю, что сказать, что такое хорошо. Там, оказывается, хорошо убить душу человеку полностью, тело убить – нет, это плохо. Почему? Я не понимаю. Так человек только и отличается чем? От животного-то чем? Что именно душа, вот эта личность, если хотите, как говорит православие, образ Божий есть в нём, а так он больше ничем не отличается от животного. Что, на двух ногах ходит? Какая разница? И почему, если животное можно убивать и можно съедать, почему человека нельзя? Западная модель в этом отношении, как вы видите, пошла очень-очень далеко. Потому-то сейчас так важно обращение к православию. Почему? Не только потому, я говорю, что это является нашей традицией. Вы слышите? Не только потому. На это очень легко ответить. Ну, хорошо. В Индии там какая-нибудь индуистская, буддистская, в арабских странах мусульманская. Дело не в этом, просто что традиции. Хотя я бы сказал, что это совсем, совсем не ничего не значащий, так сказать, момент. Дело в другом. Дело в другом. Мы должны ознакомиться с тем, что-то, на каких принципах строится та жизнь, которую называют православной жизнью. Как оно смотрит на человека? Как смотрит на семью? Как смотрит на отношения? Как смотрит на воспитание? Что закладывает оно? И вот, я бы сказал, одно из первых, на что, конечно, мы должны обратить внимание, что православие чётко проводит грани. Я бы сказал, ну, по всем жизненно важным вопросам человека – грань между добром и злом. Оно указывает нормы этого добра. Нормы указывают. Вот это хорошо, а это плохо. Причём объясняет, почему плохо. Объясняет. Ведь мы, к сожалению, к сожалению говоря, православие часто не задумываемся над весьма важным вопросом. Говорят, грех – грех. Ну, что такое грех? Ха-ха – грех. Это же вкусно, это интересно. Хи-хи. Хи-хи. Что называют грехом православие? Оказывается, оно утверждает, что, оказывается, всё то, что относится к категории греха – это является ничем иным, как злом для человека. Оно утверждает, что это есть ничто иное, как акт человеческой воли. Воли моей, а не щей-либо. Направление какого? Того направления. Акт того характера, который, оказывается, наносит мне, самому, раны, расстройства. Если хотите, до тяжёлого хранения. До, если хотите, до буквально полного убийства человечности в человеке. Грех – есть рана. Я не против кого-нибудь, не потому, что Боженька сказал, нельзя делать этого, и потому я не должен грешить – из-за страха. Человек – вы знаете, что говорит православие? Человек – это образ Божий. Вы – сыны и черри Божии. Человек обрадает полнотой свободы, к которой Бог не может прикоснуться. Если бы он мог, так он был бы виновен за наше злодеяние. Нет. Он не может прикоснуться. Человек – это достоинство величайшее, говорит православие. Это не животное с компьютером в голове. И, оказывается, именно деяния, исходящие из моей воли, моего самосознания, так они определяют характер моей жизни. Человек, ты хочешь быть здоровым, хочешь быть счастливым, хочешь жить без ряда – сиди на стуле, на хорошем, ну, в мягком кресле. Не садись на раскалённую плиту. У тебя что-то случится там такое, и ты будешь страдать. Вот что такое грех. Мне приходится, и надо рассказывать случай из «просить моей жизни», когда я ещё был маленький. Мама мне вышла на улицу там, и маменька мне говорит, смотри, Лёшенька, ручку железную на морозе нельзя лизать. Только маменька отвернулась, воп, на всю улицу. Понятно, Лёшенька тут же вцепился языком в эту ручку. И Лёшенька запомнил, вот, оказывается, что такое грех-то. А я думаю, грех – это то, за что меня мама накажет. А оказывается, я сам себя наказал. Надо не православие говорить о том, что нравственные законы, а это законы бытия. Не Бог нас наказывает, не Бог меня наказывает, когда моя пьянка заканчивается циррозом печени. Совсем нет. Не Бог наказывает, когда человек ведёт развращённую жизнь, теряет вообще способность любить. Теряет. Не может. Хочет влюбиться в кого? Нет. Чувства-то любви и нет. Вот той любви, которую Тургенев так замечательно описал в Дорианском гнезде. Почитайте там эту встречу. Вообще, в этой старой нашей литературе, как великолепно написано, человек вдруг чувствует, что это такое. Любовь – это то, чего выше на земле нет. Вот, оказывается, что такое любовь. И мы видим потом, кто переживал это чувство любви. Развращённые люди или, напротив, чистые. Православие утверждает, что без вот этого воздержания на определённом этапе жизни, до замужеса, до вступления в брак, если человек не держит себя, как много он потом потеряет. Это чистота и сила любви, именно сила, сила, которая заставляла часто людей идти на какие подвиги, только не знаю, на смерть буквально идти. Почему? Только по любви. Теряется, угасает, и у человека остаётся одна чистая биология, которая, когда кончается, а зачем теперь жить о верёвках хорошей бессмыслице. Православие даёт нормы человеческой жизни. Эти нормы показаны же. Они же показаны в Евангелии на образе, во-первых, Христа реального человека, невыдуманного. Я ещё раз повторяю, все идеологии что? Придумывают эту норму человечности. Придумывают. Рисую. Философы, социологи. Вот-вот нормы человека. Я скажу, да почему это? Это вам так кажется? А мне совсем так не кажется. Вы положили один палец в рот, высосали образ, а я положу другой. И другой образ. И так оно и есть. Что ни философ, что ни мыслитель, то создаёт свой образ человечности. Отсюда нормы нравственности, нормы поведения и так далее. Христианство, православное. К сожалению, вы сейчас видите, я вынужден говорить православное христианство, а не просто даже христианство. К этому есть много причин. Много, к сожалению, причин. Скажу вам так, что вот занимаясь специально сопоставлением православия с западным христианством, с католицизмом, с протестантизмом, увидел нет ни одной христианской истины, которая на Западе не была бы, простите меня, если кто других убеждений поддерживает, не была бы искажена по сравнению с тем, во что все христиане верили вместе приблизительно первую тысячу лет. Произошло потрясающее искажение. Дошло даже, я бы сказал, просто до невероятных вещей. Когда Христос говорит, моё царство не от мира сего, Рим говорит, извините, извините. Как не от мира сего? Папа – государь, независимого государства, два меча, извините. Это просто пример. Итак, нормы эти даны, нормы человеческой жизни в самом образе, во-первых, Христа. Во-вторых, это то, что мы называем его, так сказать, ну, заповедями, что ли. Хочу обратить внимание, когда речь идет о заповеди, что это, угроза, что ли, какая? Ничего подобного. Разве мать мне угрожала, когда сказала, что язычком не вздумай, лизнуй железную ручку, но на морозе? Разве? Это предупреждение, предупреждение любви, человек, не лги, не лукавь, не воруй, уж не говорю, не убивай, не развратничай. Ты вонзаешь нож в самого себя. Это же законы бытия. Ну, мы же понимаем, что такое законы. Мы же знаем. Вот всегда приходится говорить, ну, закон тяготения. Знаем? Знаем. Нельзя лучше по лестнице или в лифте спуститься с какого-то этажа. Не нужно в окошко выпрыгивать и порхать, и лететь, как птичка небесная. Ах, какая красота! Знаем? Знаем. Понимаем их незыблемость этого закона? Ну, конечно. Точно так же незыблемы, незыблемы, ещё раз говорю, законы нравственности, они объективно существуют. И приходится только поражаться, поражаться тому, что идёт, когда это борьба с ними. Может быть, вы помните, или, может быть, читали, когда лозунги у нас были тоже, борьба с природой. Покорим природу! Учёные говорят, какой ужас! Природе надо следовать, надо узнавать эти законы, чтобы не нарушить их ненароком. Иначе плохо будет, если нарушим. А там борьба с природой, покорим природу! Это что такое? Это два определения – безумие и дьявольщина. Он всегда, дьявол, выступает против Бога. Бороться с природой! До чего мы дошли? Так вот, когда православие говорит, что нравственные законы – это незыблемы. Что-то сейчас для нас важно, когда мы касаемся вопроса воспитания, образования и воспитания юношества. Что для нас очень важно сейчас? Было бы очень важно, если бы мы могли, конечно, это показать, как смотрит православие на человека, кто он есть, человек, к чему он призван. Показать очень важную вещь о том, что человек – это существо уже бессмертное, а не смертное, как все твари. Показать, что наша жизнь, наша жизнь является домостроительством. Мы каждый строим дом для себя. Вот этот небольшой отрезок времени – не забудь, человек, тебе дан совсем небольшой отрезок времени. Спросите у человека, который прожил 10 лет, 20 лет, 100 лет, спросите, как вы, как жизнь у вас долго тянулась? Или вы? Каждый удивительный ответ – прошла как мих. Так вы же 100 лет прожили. Да, ну, знаете, прямо незаметно, как сон. Как сон. Неужели это трудно понять? Так вот, жизнь человеческая с православной точки зрения является не каким-то существованием в этой суете, работе, непрерывных заботах и всё. А зачем? Интересно, любое дело, какое бы я ни делал, я вам скажу, зачем я делаю. И каждый скажет. Как вы только спросите, а зачем живёшь? Живёшь, я в этом не думал. Многие не думают даже. Ведь неужели непонятно? Вот сегодня даже статистики, даже приводились данные, действительно, если Бога нет, в вечной жизни личности нет, точно ответили, как мне понравилось, ответили молодёжь, ребятки, молодцы. Жизнь не имеет смысла. Точно. Точно. А тем более, когда в жизни разочарование, несчастье, болезни. Какой смысл? Как важно показать, прежде всего, это в высшей степени важно, о том, что есть ли человек, если есть Бог, есть душа, действительно, бессмертие открыто для личности. Не только открыто, оно просто есть. И ведь современные научные данные, я вам скажу, ну, это же уже потрясающее явление, прямо открыто. Вот, вот, смотрите, посмертные существования, посмертные переживания. Литература выходит, никакой, никаких нибудь там фантазёров. А учёных, да, посмертные переживания, возвращаются к жизни, спрашивают, почему ты, почему ты, как, что ты переживал? что случилось? Что с тобой происходило? Последние, 50 на 50. Одни говорили, ой, как там хорошо. Другие, когда приводят в сознание, доктор, не прекращайте, не дайте мне опять впасть в это состояние, я переживаю страшные страдания. Совесть, голос Божий. Он уже здесь нам говорит о том, как мы делаем себе добро или зло. Первое, что мне кажется, необходимо для воспитания современного человека – это, это мировоззрение. Правильное мировоззрение. Не будет правильного мировоззрения, всё обессмысливается. Если я как животное, кумру, меня закопали, и всё кончено, скажите, какой смысл тогда? Что мне проку от того, что обо мне будут там говорить? Да, большинстве ничего и не говорят. Говорят только о некоторых личностях. О тех, о великих. И всё. А прочие? Да, да, вот был такой, да, и всё, расставил, забыл. Какой смысл? Если нет Бога, нет души у человека, и нет возможности вечной жизни, всё обессмысливается. Я вам скажу так. Дети моего продовбеждения, извините, я смотрю на них, они гораздо умнее меня. Я поражаюсь их уму. У них нет опыта ещё. И поэтому они подчас говорят, кажется, с нашей точки зрения, глупые вещи, а посмотрите на их логику, поразительный ум. Из той информации, которую они имеют, то какие выводы они делают, замечательные. Дети разумны, молодёжь разумна. И именно нужно дать, первая задача, такая важнейшая, дать правильное мировоззрение. Человек, ты человек, а не скотина. Существуют объективно нравственные законы, а не просто это относительные, относительные какие-то культурные следствия, культурного развития, развития той или иной нации. Объективно существует. Совесть – это незыблемый, действительно, голос Божий, которому, ой, как важно следовать. Человек, не навреди себе. Не увлекись мыльным пузырём, чтобы потом не было позднего раскаяния. Особенно важно, конечно, учитывая вот тот штурм, который начался вот со временем перестройки на Россию, этот штурм дьявольщины. Особенно важно здесь показать, с чем мы имеем дело. Что там Пётр? Окошко, форточку открыл. И то, смотрите, что началось в России. Но тогда это затронуло только высший свет. Аристократия. Постепенно уже стало это проникать в XIX веке, всё ниже. Теперь-то весь народ воспитывается в чём? Разрушена стена между Россией и Западом. Вся идеология, всё, что там есть, всё хлынуло сюда. Причём не просто хлынуло, а всё-таки фильтруется. Всё, что почище, там остаётся. Что погрязнее, выбрасывается сюда. Вот ведь что происходит. Важен взгляд. Важно показать молодым людям. Мы должны знать, что идёт на нас. Как сказал один очень мудрый человек, очень хорошо он сказал, на нас движется танковая колонна, а впереди – женщины и дети. Ах, как красиво всё! Какая красивая жизнь! Одни цветочки! Что вы? Ловите! Ловите! Впереди женщины и дети. А движется танковая колонна, разрушающая нравственность. Нравственность разрушающая. И, конечно же, борьба с православием. Это естественно. Но насчёт этой борьбы я вам скажу так. Я даже их не обвиняю. Они делают своё дело. Ворон ищет падали. Ну, понятно. Волк ищет добычи. Это всё естественно. На то они и хищники, чтобы этим заниматься. Мы виноваты, когда мы не знаем своего православия. Особенно виноваты кто? Вот преподаватели, профессора, кроме меня, конечно, естественно. Да. Ну, и духовенство. То же самое, если оно недостаточное, говорит о том, что такое православие. Это же не обряд. Это же не церемонии красивые. Надо же это понимать же. Это не просто священство, там иерархия. Это не записки и свечки. Это всё только одежонка. А одежда эта, а не православие совсем. Это культура, если хотите. Это культурный элемент. Православие совсем не в этом состоит. Вот здесь-то познакомиться с этим основам, основам неправославной культуры, как мы говорим. Ну, о словах не будем спорить. А основам православной нравственности, я бы сказал, даже не нравственности. Я бы сказал, основам православной духовности. Это вещи совершенно разные. Вот приходится об этом, вот, говорите, совсем разные вещи. Духовность и нравственность. Это очень же важно. Нужна нравственность? Конечно. Ну, естественно. Кто же скажет, что нужно быть безнравственным? Ну, что такое нравственность? Это наше отношение, наша реакция на окружающий мир. Моё отношение к другому человеку, отношение к закону, отношение к природе, отношение к жене или к мужу, и так далее. Вот, что такое нравственность. И мы же прекрасно понимаем, что можно быть нравственно вполне человеком. То есть, не нарушать этих норм. Говорят, хороший семьянин, хороший сотрудник на работе, культурный человек. Что сказать о нём? Высоконравственный человек. Правда же? А не говорим о гораздо более важных вещах. Этот высоконравственный человек может быть в такой гордыне, что, Боже мой, такое честолюбие и тщеславие. Вы этому высоконравственному человеку, вы говорите, вот в ваших... Вот в этой книжке написали, ну, знаете, что-то такая чепуха. Ах! Мой вечный враг! Я высоконравственный человек. Попробуй только меня не похвалить. И что будет? Страсти. Когда мы говорим о духовной стороне, о чём мы говорим? О внутреннем мире человека. Чем он живёт? Православие призывает не к нравственности, если я вам хочу... Не к нравственности даже. Нравственность, конечно, необходимо. Это само собой. Как необходимо ходить, одеваться. Ну, правда же, надо. Но смысл жизни не просто в одежде. Не нравственность – самое главное, а духовная сторона. И православие именно говорит об этом, что если ты, человек, не имеешь жалости, великодушия к другому человеку, если ты не имеешь милосердия к другому человеку, если ты завидуешь и лжёшь и лукавишь, грош – цена всей твоей нравственности. Ты совершишь любой момент. Только момент нужен. Только особый стимул. И этот нравственный человек вдруг совершает такую штуку, говорит, «Как? Он? Неужели? А что неужели?» Это человек пропитанной гордыней и тщеславием, пропитанной страстями. И задели этот его нервик, обнажённый посильнее. И всё рухнуло. В православии смотрят на жизнь человека как на строительство дома. Дома, в котором я буду жить. Домом для православного человека является убеждение в вечности существования меня, личности. Можно войти в эту вечность достойно. Достойно можно войти. А можно? Можно войти бесстыдно. что говорит православное учение о том и о другом? Говорит же! Ведь мы же не можем этого игнорировать. Об этом есть свидетельство же, что творится с человеком, который недостойно туда входит. Я попытался перевести на наш язык, обычный язык, слова одного из великих святых церкви православной Антонии Антония. Есть был такой подвижник третьего-четвёртого столетия ещё. Мудрец. Мы бы сказали – древний мудрец. Этот древний мудрец, у которого остались замечательные просто, я бы сказал, мысли. Они в первом томе – доброто-любие. Кстати, доброто-любие – речь вот не о доброте совсем. А то думаешь, что доброто. Не о нравственности идёт речь совсем. Доброто – это красота. Это духовная красота. Красота – это духовная категория. Доброто-любие – это любовь к красоте, а вовсе не просто к добру. Я могу быть добреньким иногда по временам. Красоте, красоте жизни. Какой же красоте? И вот этот мудрец, этот древний мудрец, что говорит, когда мы живём по совести? То есть, живём, скажем, порядочно. Мы – наш дух. Вот наш дух. Мы соединяемся с Духом Божьим, ибо Бог везде сущий. И как подобное соединяется с подобным. Это правда же. Вода совершенно спокойно соединяется с водой. Хотя бы взяли из разных источников. Вода с маслом – ну, никак. Болтаешь-болтаешь. Держиваешь там эмульсии. Постояло – и опять. Подобное снятие с подобным. Когда человек живёт, скажем так, по Божьей, он действительно снятие с Духом Божьим. И какое благо бывает для такого человека. В зависимости от степени его жизни, этого человека, он переживает и это благо. Вот постоянно приходится повторять замечательные высказывания одного из вот почти что ну, недавних, совсем недавних оптинских старцев Никон Беляев, которого в 29-м, по-моему, году, или 27-м, что ли, в Оптин и после, это Калужская губерния, арестовали, ну, сорвались вот эти вот рясы, крест там, это, ну, уж ясно. Сорвали его, да. Обрили, острыгли, ну, надо же поиздеваться же. Посадили вместе со шпаной, чтобы там над ним поиздевались. Понятно, что творилось? Ясно? Состояние этого человека понятно? Непонятно. Одно из его последних писем, где поразительные слова – «Радости моей нет предела». Когда я впервые прочитал, это непонятно. Но однажды, ну, вы, наверное, поверите, что я недавно окончил академию. Всё, в 63-м году. Совсем недавно. Приходит наш профессор, один из любимых наших профессоров, священник, помню, на последнем курсе академии. Приходит, и смотрю что-то, вместо того, чтобы начать лекцию, он говорит, вы знаете, я не могу не поделиться с вами впечатлением. Ну, у нас ушки топориком. Интересно. Говорит, я был вот буквально вчера, позавчера в патриархии. Он был близок к патриарху. В патриархии был. Ну, естественно, в полном облачении, с крестом, всё как положено. Выхожу потом оттуда, иду по переулку, это чистый переулок. Иду по переулку. Навстречу мне мужчина. И вдруг этот мужчина начал меня так оскорблять, что это, говорит, я, естественно, не могу вам передавать его слов, потому что они и двух, и трёх, и десятиэтажные. Так меня стал оскорблять. Говорит, я весь вздрогнул от неожиданности. Ну, всё-таки это явление достаточно редкое в те времена. И потом я вдруг вспомнил, вдруг в нём мысль, осенил, так почему он меня оскорбляет? Я же священник. Христос за нас как пострадал? Что с апостолами были, со всеми проповедующими? Он меня-то оскорбляет. Почему? Господи, Ты мне дал возможность быть с Тобой, сострадать с Тобой. Он нам говорит, меня охватила такая радость. У меня, говорит, появились слёзные глаза. Я готов был целовать его, этого человека. Такая любовь. Друг, у меня вот вспыхнуло к нему. Спасибо тебе большое. Сам я ничего не делаю. Я ничего не подвязаюсь. Живу, как все люди. Ты мне дал хоть немножко. Пострадать за тебя. За что за тебя? За истину, которой ты являешься и которую ты открыл нам. Так вот, так вот, я хочу сказать, этот Никон Беляев, этот в этом таком состоянии, друг письмо, и говорит, радости моей нет предела. Не просто там сказать спасибо, ничего, милостью Божией, так сказать, терплю. Ну, правда же. Ну, естественно. Нет такую фразу написать. Если обратимся к истории христианской церкви, мы встречаем это время от времени, мы встречаем эти свидетельства, чем кого? Людей, которые находились в тяжелейших условиях, и вдруг такие вещи говорили. О чем идет речь? Вот мы действительно настолько потеряли связь, если хотите, ощущение духовного мира, Бога, что даже нам трудно представить. Бог везде сущ. Подобное соединяется с подобным, это закон. И когда мы в своей жизни, хотя стремимся к этому подобию божественному, когда живем, стараемся и каемся в том не должном, что мы делаем, а мы всегда это делаем, всегда это делаем, так, тогда, оказывается, человеческий дух соединяется с Духом Божиим. Антоний Великий продолжает свою речь. Когда же мы начинаем попирать законы совести, начинаем жить по-дьявольски, тогда наш дух соединяется с демонами-мучителями. С демонами-мучителями, ой, как верно говорит. Это действительно опять мы уподобляемся им, и потому, естественно, соединяемся с ними. Долой Бога! Без Бога широка дорога! И что ты, голубчик, возьмешь? Ах, убил этих, и теперь на их крови и идешь в ресторан, ох, какое счастье! На крови убитых людей ты пируешь! Какой ужас! Тогда наш дух соединяется с демонами-мучителями. и к счастью, к счастью, многие из нас переживают эти моменты. И если бы только не забывали как первое, так и второе, тогда бы мы поняли бы, что, оказывается, сущностью нашей человеческой личности является духовное состояние, правильное духовное состояние, которое по православию является удивительным и, кстати, резко отличным от представлений западного христианства. Чем отличается? Вы знаете, я это говорю, знаете, для чего? Понимаете? Мы же говорим о воспитании, образовании, юношества. Я говорю, как важно знать эти вещи. Чем отличается? Первый еврай, кто вошел? Праведник. первосвященник, то есть патриарх еврейский, епископы вошли, богословы книжники, фарисеи, то есть, ну, монашество. Нигде мы этого не видим. Первый еврай, кто вошел? Простите меня, я скажу другим словом, негодяй, у которого пол локоть руки в крови, который сам сказал достойное, мы по делам своим получили в этих жутких страданиях на кресте, жуткие страдания. Кто смотрел фильм Гибсона, теперь имеет представление. Он, не оправдываясь, сказал это. И дальше произнес потрясающие слова. Помяни меня, Господи, в твоем царстве, во царстве твоем. Он полностью раскаялся в этих мерзостях. Вот. Он осознал эти мерзости. Если хотите, отрекся от них. нравственно, духовно, отрекся, все смыто. Вы слышите, что смывает, что очищает душу? Что такое сегодня будешь со мной в раю? Опять требует объяснения. Да не за одной комнаты в другую тебя переведем. Да. Здесь пусто, а там шампанское. Рай – это царство Божие. Где оно находится? Христос сказал, когда стали спрашивать евреи, где царство Божие, когда оно придет? Он сказал, не здесь и не там, а царство Божие, то есть рай, то есть блаженство, где находится? Внутрь вас есть. И рай, и ад внутри человека находятся. И знаем же мы это. Как важно это осознать, как важно понять, что для этого нужно сделать человеку, как важно воспитать в этом. Важно открыть людям, надо объяснять. Еще раз повторяю, молодежи требуется объяснение, им требуется знание, знание. Это же восприимчивые люди. Они должны познать первое, что такое добро и что такое зло. если мы этого не сможем им показать, не можем показать источника, где оно, это добро, если не можем показать, что несет это зло для них, для их личной жизни, здесь уже не говоря о вечности. Если мы этого не покажем, что проклад нашего образования? Самые громкие преступления кто совершает? Образованнейшие люди. сейф так просто не взломишь. Там не вскроешь какие-нибудь банки компьютерные, не разбираясь великолепно в этой компьютерной технике. Ну что, образование необходимый инструмент для совершения чего? Зла. Зла? Конечно, можно и добра. Меч обоюдо острый. Наша задача состоит не в том, что просто дать знания по каким-то дисциплинам. Мне кажется, что бы мы ни преподавали, мы всегда должны, насколько это возможно, находить две-три минуты для того, чтобы поговорить о самом главном. Ведь человек-то смертен. Вспомните, как описывает Достоевский, когда его к смертной казни приговорили за участие в Петрушевском кружке. Помните, как он описывает? Ой, как это важно! О, еще улица, там переулок! О, еще переулок! О, еще тут на площадь на Ишафот надо всходить! Ну, когда на Ишафот еще тут будут зачитывать указ о смертной казни! Последние мгновения! Еще сколько? Еще можно жить! Посмотрите, как он описывает эти вещи! Что такое? Так разве трудно понять, что мы все на Ишафоте? Что мы все смертны? Или уж совсем безумны только... Как важно это молодежи сказать! Смысл жизни может быть только в жизни! В жизни, а не в смерти! Идеология, которая забывает о смысле жизни, что он в жизни, то есть в вечности, эта идеология опустошает человека. Одна из причин такого колоссального количества самоубийств заключается заключается совсем не в трудном материальном положении. Совсем нет! А в чем? Даже неосознанном, а у многих и осознанном, но даже неосознанном, а изнутри прям идущем, чем понимание ощущений бессмыслицы в жизни. Когда Бог прекращается в какого-то там идола, который сидит там на какой-то планете, а не вездесущий дух, дух любви, о котором говорит православие, тогда как и все бессмысливается. Вот эта бессмыслица жизни является причиной самоубийств, причиной разнузданности, если хотите, причиной потери нравственных устоев, причиной всех, я бы сказал, преступлений. Бессмыслица жизни. Бога нет, тогда незачем, незачем следовать никаким нормам ни добра, ни зла. Ничего нет тогда. Я бы только вот один маленький аспект решил вот это предложить вашему вниманию, когда мы говорим о проблеме образования и воспитания молодежи. Это маленький аспект, потому что здесь же требуется, конечно же, указать, указать, что дает православие человеку, может быть, дать более развернутую картину, как оно смотрит на человеческое достоинство, что оно видит, что оно видит и указывает факты, факты, а не просто мои предположения, что происходит с человеком, когда он отступает от этих норм жизни. Но это, по-моему, и так более-менее понятно. Мы и так видим, надо показать молодежи красоту, красоту надо показать. Человек это же красота по своей заданности. Это богоподобное существо. Все святые Бога называли, знаете, как? Красотой. А душу человеческую? Один из величайших святых православной церкви, Макарий Великий, прямо сказал, я не видел ни на земле, ни на небе большей красоты, чем красота души человеческой. Если бы только хоть немножко приоткрыть эту красоту. И когда человек все отбросит, когда мы что-то увидим прекрасное, мы кричим, идите, посмотрите. Да некогда, да иди, что ты, что ты, человек обо всем забывает. О, если бы мы увидели только эту красоту. Так вот, православие не только утверждает, что и Бог, и душа человеческая, будучи богоподобной, является этой красотой. Не только это утверждает, просто, оно показывает бесчисленное множество примеров того, как достигали люди этой красоты, и как эта красота действовала на окружающих людей. Серафим Саровский не иначе встречал человека, как только словил, радость ты моя. Вы подумайте вдруг мне, незнакомому человеку, и вдруг я вижу, что это не просто, знаете, такие словеса сладкие, от которых тошнит и выплюнешь, а я вдруг вижу, что это от всей души искренне говорит мне человек, что я для него любимое существо, радость ты моя. Вот, если бы мы смогли, могли показать молодёжи, молодёжи, кто есть человек. Вы боги и сынови Всевышнего вы боги, а не обезьяны, и не предки обезьян. Богоподобному величию предназначен человек, красоте неизъяснимой. Вот к чему. Я думаю, что это мы бы смогли тогда хоть немножко способствовать действительно изменению климата, противостать вот той грязи, которая сейчас движется на нас, противостать этой танковой колонны, разрушительной, уничтожающей. Мы бы тогда действительно были бы, ну, я думаю, педагогами. Вели бы действительно людей. К чему? К чему? К красоте их жизни. И скажу вам, неверно думая, что православие говорит, только вечности там вводит благо. Какая глупость! Здесь, а не в вечности. Никон Беляев где? Из вечности, что ли, явился кому-то, сказал? Радости моей нет предела. Здесь, оборванный, оплеванный, избитый, заболевший туберкулезом, со шпаной сидит. Радости моей нет предела. Царство Божьей внутри человека есть. Рай здесь, а не где-нибудь. Ой, как важно было бы это доносить до нашей, я скажу, прекрасной молодёжи. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, вот возникает вопрос, когда младые родители, недостаточно высоковынные, хотя я не могу сказать, что, так сказать, чуждые христианству, они говорят, вот мы родим ребёнка, и пусть он сам, когда вырастет, выберите ребёнку, не хотели, не хотели его принуждать. Вот как в этом случае, как говорится, им объяснить, что это неправильно это значит? Ну, вы им скажите, скажите, вот так скажите, да, ой, вы очень разумно рассуждаете, умнее быть не может. В Москве вот ребёнок, да, пусть он, отпустите, ну, и пусть идёт, под машину попадёт, ну, и пусть, пусть сам выбирает. Правда? Что это за глупость такая? Человек же растёт. Вся древность о чём говорит, что полноты развития своего, душевно-телесного развития, человек получает в 30 лет. До 30 лет мужчина не имел права стать учителем. Вы слышите? Почему? Он ещё юноша. Ещё рано ему поручать. Причём, откуда это взято? Думаете, из пальца высосано, что ли? Я всё время удивляюсь. Вот на древних людей это люди настолько внимательные. Так они всё замечали, так видели. Это просто изумительно. До 30 лет нельзя. Ты должен закончить своё развитие, потом пожалуйста. занимайся. Можешь сколько угодно учиться, приобретать знания и так далее, но учителем ты ещё быть не можешь. Вот оказывается, какое дело. А если человек ещё развивается, то попробуйте, оставьте яблоню, не обрезая её. Что будет? Бесчисленные примеры можно привести. Мы видим брошенных детей. Посмотрите, у бомжей. Что происходит с детьми? Разве это не видно? Я удивляюсь. Мне кажется, тут причина другая. Это не просто разумная идейная установка. Другая. Что такое воспитать ребёнка? Труд какой! Надо заглядывать, какие он книжки читает, с какими товарищами он водится, что он в интернете там смотрит, да, как он учится, его дневники ему надо объяснить, ему надо ответить, а тут как хочешь. Осенью я был в Германии и мне вот так вопрос, что делать? У меня мальчик, ему 13 лет, русская. И вы знаете, стал по ночам уходить, уходить стал, там с ребятами, заявляется, где-то в 2-3 часа ночи, говорит, и мы его буквально не узнаём. Мы для него чужие. Она замужем за немецом. И в конце концов мы решили, отец пошёл. Это школьники, все знают друг друга, так сказать, и родители знают. Он пошёл к родителям, товарищей, к немцам. И вот, говорит, так и так, что будем делать? Ответ – это их свобода. Как хотят, так пусть они и поступают. Эти наши чуть не в обмороке. Вы теперь понимаете, что воспитывается? Недаром ещё у евреев в Ветхом Завете мусульманы до сих пор существуют обряд обрезания. В христианстве он понимается глубже гораздо. Как? Без обрезания негативных проявлений, которые у человека, естественно, не знающим ничего, вырастают, ничего доброго быть не может. Вот, мне кажется, примерно вот в таком ключе, мне кажется, можно говорить по этому вопросу. Не подскажете, с какого возраста желательно и как бы более эффективнее осуществлять или вводить курс основ православной культуры или, как бы сказали, духовной нравственности? с какого более праведного возраста? С дошкольного, школьного младшего или вузовского? учащиеся британских школ помимо христианства и иудаизма будут проходить основы индуизма, это такое решение, ислама, сикхизма и буддизма. Такой официально утвержденный перечень основных разделов курса истории религии, которые будут преподавать в школах Великобритании. Разработчики курса считают, что поскольку христианство является главной религией страны, основы этого религиозного учения должны изучать все школьники и при этом на протяжении всего их пребывания в школе. Младшие школьники в возрасте от 5 до 7 лет при этом будут проходить еще одно религиозное учение. Потом с 7 до 11 еще как минимум 2. И, наконец, с 11 до 14 еще не менее 2. Там до 14 лет это среднее образование. Я просто таким образом в выпускнике обязательной общеобразовательной школы получат детальные представления обо всех основных конфессиях своей страны. Я просто так пример привожу на то, что делается в Великобритании. Я полагаю, что, конечно же, вот преподавание это одно дело, а в воспитании в этом это, конечно, другое. Надо бы, как можно раньше об этом говорить. Но только не забывать одно, что дети это умные существа. Они просто так, деточки. Молись! я не могу забыть фильма йоги, кто они, где, помню, кадр, маленькая девочка, ну, лет пять ей, может быть, и за четыре, что делает? Помню этот кадр, так он застыл в моём сознании. Изо всей моченьки своей хмурят лоб, чтобы сосредоточить своё внимание. Вы слышите? Ну, какая же йога без внимания? Концентрация внимания с такого возраста уже учат. Те, кто хочет, чтобы христианин вырос, надо не в том, чтобы зазубрил, как попугай. И попугаем так и останется. Молитва должна быть внимательной. Человек понимал, что он делает, к кому обращается. А то мы сами взрослые тараторим не молитву произносим, а тараторим слова молитвы. Об этом великолепно сказал один из глинских старец Серафим Романцов. Одному человеку, который ему сказал, подвижнику тоже, что он имеет непрестанную молитву, он ему ответил, ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к словам брони. Замечательно! Ох, как точно! Так вот, детей надо приучать действительно к правильному отношению к религиозным вопросам. Объяснять им надо. Ещё повторяю, они умные, они умнее нас. Вот, я убеждён просто. Им надо объяснять, а не приучать их чисто внешней только стороне, которую потом они, знаете, что будет? Как змея сбрасывает чешую, знаете, так дети дошло 12-13 лет и на дискотеку. Вот ваша и вся церковь. Поэтому надо как можно раньше это делать. Но требует разумности и требует соответствующего возраста при поднесении знаний. Ну, по-моему, это само собой разумеется. православие. следите, теперь надо самим идти в школу или ждать пока позовут? Ну, вы знаете, что значит самим идти? Я прихожу в школу, мне директор говорит просить, а вы кто? Такой-то. Ну, да, спасибо, спасибо, ну, вас позовём. До свидания. Как это такое самим? Мне кажется, это не свойственно православию. Вот эти секты лезут сами. Знаете, как, простите меня, как клопы. Всюду. Православие одним из основных принципов говорит свобода личности, свобода убеждений. Да, сказать, объяснить, но свободы должна быть. Никакого насилия не должно быть. Объяснение, помощь, да, в школу пойти меня не зовут, а я тут, я могу поговорить с директором, не считаете ли вы возможным, не считаете ли вы нужным. Это вопрос другой, это чисто человеческие отношения естественные, но насильно, так сказать, лезть. Мне кажется, это недостойно православного человека. Поясните, пожалуйста, роль церкви в нашей жизни. Что, разумеет, под церковью? Церковь можно воспринимать как организация, можно церковь подразумевать как вот то духовное образование, не образование, то есть получение знаний, а вот духовный институт, да, который даёт возможность человеку, человеку получить правильное и обоснованное, аргументированное мировоззрение. Не просто эмоции, не просто восторги, там что-то, аргументированное, обоснованное мировоззрение, которое действительно в себе прямо содержит, имплицитно, так сказать, в котором присутствует что? Счастье человека, счастье уже здесь. Вы подумайте, вот два человека, вот случилось одно и то же бедствие у того и у другого, а один человек считает, да, надо что случилось, кто там мне подстроил, почему это, какой камень с горы свалился, почему это такое? И не знает, и не понимает, и протестует, и не знает, что делать, хоть верёвку на шею видать. Другой православный человек прекрасно понимает, что Бог это есть любовь, и ничего, что со мной случается, ничто не является какой-то местью Бога, наказанием Бога. Всё, что происходит со мной, это есть самое наилучшее для данного момента, наилучшее, ибо Он есть любовь. Не к палачу я и извергу пришёл, он мне зубы делал, а к врачу. Мне иногда больно, конечно, бывает, но я сам иду к врачу, и здесь врач это делает, вот, а не садист, какой-нибудь. Представляете, когда я верю в это, что меняет любеобильный и премудрый врач это делает, подумайте, насколько легче человеку уже здесь, здесь, на земле это бывает. Я говорю ещё раз, это же великое благо, даже одна эта мысль. Я уж некоторым атеистам прямо говорю, ну, сурьте, хорошо, ну, нет Бога, ладно, ладно, нет Бога, но скажите, что лучше, когда человек в отчаянии что там и кто там ищет, рвёт и мечет, или когда он глубоко верит, что это сделано врачом, который меня любит. Что он плохого, что от этого он плохого имеет, скажите? Иллюзии, да мы непрерывно живём иллюзии, и главная иллюзия какая? Другие умирают, я вечно буду жить на земле. Так же роль церкви как институт, который даёт нам возможность получить верное мировоззрение, в этом смысле получить твёрдую основу в жизни и особенно в жизненных невзгодах. Слушайте, какое же это благо, когда я знаю, что это любовь это совершает, а не ненависть, не случайность. Если Бога нет, то что? Случайность. Скатился камень, кирпич упал, и случайно перебил мне голову или ключи. Всё случайности. Вот. Поэтому роль церкви в этом плане очень-очень большая. И потом мы, конечно же, благодаря церкви и организации, уже я говорю, мы знаем источник, где можем получить надлежащую информацию просто. Это же очень важно. Вот сейчас мы с вами говорим, уже какая-то информация уже у нас есть кое о чём. Откуда это? Из церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok